Всем привет! С вами портал RedNoir. Сегодня мы изучаем операторы increment и оператор декремента. Операторы increment это получается увеличение значения перемены на единицу. Операторы декремента это получается уменьшение значения перемены на единицу. То есть increment это два плюса, декремент это два минуса. В данном примере создается переменная test со значением 5 типа int. И оператор инкремента применяется во второй строке переменной test, спишется test и впереди два плюсика. И test меняет свое значение на шестерку, то есть увеличение на единицу произошло. Оператор декремента, та же переменная test, с тем же значением 5, только вместо два плюсика ставится два минуса. И значение переменной test меняется с пятерки на четверку. Сейчас нам предлагается задание, то есть заполнить пустующее место, перенеблакс, чтобы напечатать число 11 через оператор println. То есть значение переменной a вначале было равное десятке, начальное значение. Теперь нам нужно будет по условию поменять его на 11, это значит, что мы используем оператор инкремента, два плюсика, и потом напечатаем вставку. Серьезно. Префикс и постфикс. Префикс это когда мы используем оператор инкремента или декремента до переменной, до названия переменной. А постфикс это после названия переменной. Отличие в том, что префикс успевает поменять значение переменной и присвоит его новой переменной, если у нас есть такое условие. То есть в данном примере создается переменная x со значением 34. И благодаря префиксной операции, то есть благодаря тому, чтобы мы написали инкремент два плюсика перед x, мы поменяли значение x на 35, и тут же его успели присвоить y. И y уже во второй строке имеет значение 35. А постфикс отличается тем, что мы пишем два плюсика после x. То есть в этой строке единственное, что происходит, меняется, получается, значение x, но не меняется значение y. Значение y поменяется уже в следующей строке, когда мы будем применять эту переменную какой-либо задачи. Окей, перейдем, получается, на задание. То есть какой у нас будет результат при выполнении следующего кода. Вначале x равен 14, потом мы выводим его с помощью систем out.println. И здесь мы используем, получается, постфикс инкремент. То есть пишем инкремент после переменной, названия переменной. И x был равен начале 14, то он также останется равен 14. Так как Java вы не можете выполнять, получается, два оператора одновременно. То есть он вначале, получается, выводит значение x, которое было, только потом меняет его. Поэтому 14 у нас остается. Как вы уже догадались, если мы поставили бы два плюсика впереди x, то он выводил нам 15. Окей. Тут говорится про оператор присваивания. Мы его уже много раз использовали. Это просто равно. Когда мы объявляем переменной, мы можем давать ей значение. Вы об этом уже прекрасно знаете с предыдущим уроком. Тут приводится к примеру, получается, int value, получается, равен пятерке. Здесь создаются две переменные нам 1, нам 2. Типа int. Это int, это целое число, еще раз повторю. Значение 4, значение 8. И тут такая интересная штука. Нам 2 плюс равно нам 1. Что это означает? Это сокращенное написание следующего кода. То есть, как вы знаете, двойной слэш это комментарий. То есть, тот код, который не будет выполняться в программе. То есть, переменной нам 2 присваивается сумма нам 2 и нам 1. То есть, получается, нам 2 равен, у нас получается, 8, а нам 1 равен 4. И все это сохраняется в переменной нам 2. То есть, нам 2 меняет значение с 8 на 12. Очень удобно и сокращает, получается, вместо написания кода. То, что мы называем хорошим кодом начала. То же самое можно будет проделать, получается, с минусом. То есть, если мы хотим отнять нам 2, получается нам 1. И получается значение сохранить в переменной нам 2. Мы пишем нам 2 минус равно нам 1. Вместо того, чтобы описать очень долгое выражение. Ну, в принципе, не так уж долгое, но в сравнении с этим чуть блинше. То есть, нам 2 равно нам 2 на минус нам 1. Так, давайте выполним, получается, упражнение. Заполнить, получается, недостающие моменты в следующем коде, чтобы напечатать, получается, 13. Сравненно у нас 25. Игорь мы только объявили, получается. Нам нужно вывести, получается, 13. Это означает, что Y равно, так как X равен 25, мы получаем 25, отнимаем 12. То есть, это означает, извиняемся. Извиняемся, получается, раскладку и капитатуры. Оставляем X минус 13. Выводим Y. И все. Отлично. На этом урок окончен. Подписывайтесь на канал. Следующий урок у нас в строке.